не нужен. Он говорит, нет, говорит, вот Господь каждому дает, каждому дает возможность о себе узнать. И вот на днях, посещая госпиталь военный, встретился с одним офицером, он рассказал удивительную историю. Он был язычником, настоящим язычником. Вот этим русским родновером, неоязычник, который там вот ходит Перуну, Велесу кланяется, как они от русским богам, в кавычках. Началась война, его призвали. В смысле, он пошел на фронт, я, говорит, молюсь, а они, говорит, меня не слышат. Вот представляете, я, говорит, прошу их помощи, а вокруг меня, говорит, мои подчиненные гибнут. Что делать? Я, говорит, чувствую, помощи нет. И я, говорит, вот кто есть, говорит, вот просто в небо так, вот кто есть, помогите мне, говорит, я буду в вас верить. И вот они заходят в одно из селений, говорит, и вот прямо на пороге хаты, вижу, лежит икона Архангела Михаила, как потом оказалось. Он не знал, говорит, вот какой-то человек с крыльями, с мечом, говорю, о, наверное, военный. Ну, раз с крыльями, значит, видно, Бог поможет, кладу их себе в рюкзак. И начинаю молиться, вот ты, говорит, там, неизвестный Бог, помоги мне. И представляете, говорит, у меня прекращают, ну, то есть, люди не гибнут, идут ранения, но не гибнут. Я понимаю, что идет помощь. Я, говорит, начинаю сильнее молиться, еще больше помощи. И вот в определенный момент он сам попадает в очень сложную ситуацию. Им был приказ оставить рюкзаки в окопе, идти налегке. Ну, как, вот, ну ты, говорит, Бог, помоги мне. И пошел. И вот, говорит, подрыв, я, говорит, у меня ногу, это самое, ногу у него отсекло полностью. Я, говорит, вот теряю сознание, говорит, понимаю, вот сейчас вот все тут погибнут рядом. Говорит, начинаю молиться, ну, Бог, ну, ты же вот со мной, помоги мне выжить. И вы знаете, говорит, у меня явился вот этот архангел Михаил. Прямо передо мной встает, говорит, белые крылья, и меня, говорит, закрывает от осколков. Я, говорит, теряю сознание, потом его утащили уже в тыл, все, спасли, сейчас вот без ноги. Вы знаете, как он молится? Вот он пришел там в наш храм, в больнице, он к этой иконе подошел, архистратига. Он обнял ее, он стоял вот так, плакал, он за все благодарил, за себя, за ребятам. Говорит, я, говорит, теперь такой верующий, я, говорит, теперь такой православный. Я, говорит, сына Михаилом назову, говорит. Всем, говорит, вы что, вот он исповедовался, причастился. Вот действительно, вот как Господь, да, может коснуться? Да. Да в любой момент, где угодно, кого и как. Да.